Бросок мяча от бедра своему напарнику. И есть еще второй, это на более дальней дистанции скорее. Мяч нужно закрутить, тогда он быстрее полетит. 12-летний Олег Норовенков показывает, как правильно выполнять броски в регби. Спорт, который у многих ассоциируется с игрой английских аристократов и правила которого знают немногие, для этого парня одно из главных увлечений жизни. Скажи, пожалуйста, чем регбийный мяч отличается от других? Регбийный мяч отличается от футбольного, баскетбольного и так далее, мячей тем, что он имеет другую форму. Это улучшает его аэродинамику и делает его полет более быстрым, потому что регби динамичная игра, нужно сделать все быстрое. Регби – спорт контактный. Цель – поразить ворота соперника. Только в отличие от футбола, здесь можно брать мяч в руки. Причем борьба за мяч разыгрывается обычно не шуточная. Именно поэтому регби словет одним из самых агрессивных видов спорта. Что совершенно не мешает Лизе Эмил, которая с легкостью может уложить на поле соперника другого пола. Я раньше занималась танцами, 8 лет, мне как-то не принесло ничего яркого, удивительного. Я решила попробовать новый спорт, регби, теперь занимаюсь. С мальчишками, когда вы играете, они уступают или наоборот? Нет, они наоборот, они очень агрессивные. Но они знают, что я тренированная, поэтому можно со мной не мягко, а нормально, как со другими. Ребята занимаются в детском регби ином клубе, который в прошлом году организовал Олег Каменский в центре пляжных видов спорта в Химках. Увлекшись этим спортом 5 лет назад, он даже и не подозревал, что вскоре станет тренером. Клуб начал организовывать, детский, втянулся, втянулся, потом получил тренерскую лицензию, детскую, знаете, и прямо втянулся, зацепило меня. Скажу честно, я фактически бросил основной свой родной деятельности, я юрист по образованию, и просто вообще ушел в другую сферу. Мы были первые в России, кто брали детей двухлеток, и посредством ОФП с регбиным мечом начинали их приобщать к регби. Химки стал одним из первых городов Подмосковья, где появился регби в конце 50-х. В планах Олега распространить этот вид спорта повсеместно, благо достойная смена уже на подходе. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.